Значит, Хавал М6 из Китая. Прям настоящий китайский Хавал М6. Не для российского рынка. Человек купил, перегнал и теперь катается на нем. И предложил снять машину на обзор. И мы согласились, естественно. Нам же интересно посмотреть и рассказать об этом вам. Короче, ребят, китайский Хавал М6 сегодня на канале. Я Катя, вы на канале Подорожник Лайв. И погнали! Итак, вот он сбоку. Казалось бы, наш М6. Но разница все равно есть. Вот они, две машины стоят вместе. Вы можете обратить внимание, что разница есть. Во-первых, разница в этих боковых зеркалах. У нас маленький треугольничек. Здесь оно как бы имеет продолжение сюда. Вот. Стекло идет в эту сторону. Необычно. И даже в целом красиво. По дверям, ручкам, зеркалам все то же самое. Рейлинги на крыше все то же самое. И начинается разница вот здесь. Вот. Это морда. Вот прям однозначно. Решетка. Продолжение морды здесь. Отличие от нашего. Решетка радиатора разная. И противотуманные фары. Вот они различия. Вот отсюда видно, как они различаются. И в целом прищур и фары М6 нашего мне нравятся больше, чем у М6 китайского. Вот. Что касаемо салона. В салоне различий намного больше. Потому что здесь очень похож на Хавал А6. Старший брат нашего М6. Это дверные карты. Абсолютно такие же, как в А6. Это торпеда. Это головное устройство. Управление климатом. Коробка передач. Селектор коробки. Все то же самое, как в А6. Здесь то же самое, как в А6. Подлокотник. У них есть комплектация на коже. Родные кожаные сиденья. Они похожи на наши, но мне показались более мягче, более удобнее. Вот. Разница в багажнике нет. Но есть разница в том, что задние сиденья складываются вместе с самой сидушкой. Вот. Точно так же, как в А6. Ну и здесь, соответственно, нет кармашка, нет розетки USB, как на наших машинах. Но вот я снимала обзор наш, только хавал. К сожалению, еще не показать все это вам. Но вот здесь все максимально от А6. У М6 переделаны дверные карты, кнопки. Вот это все тоже все немного по-другому. Вот. Управление на зеркала у них выведено здесь. Они тоже не складываются, как я понимаю, да, по кнопкам. Вот. Руль такой же, но здесь нет круиза. Видите, заглушки здесь стоят. Вот. Здесь управление такое же. Ну и головное устройство абсолютно отличается от нашего. Но есть люк, который открывается. Итак, Артем, здравствуйте. Всем привет. Рассказывайте. Меня зовут Артем. Я из города Пермь. В начале этого года решил приобрести автомобиль, кроссовер, обновитый автомобиль. Выбор пал на М6, так как он дешевле. Обзоры автомобиля я начал смотреть и узнал, что как раз можно приобрести автомобиль через фирму «Посредник». И есть такая услуга, что перегоняет, стал дальше обзоры смотреть разных блогеров. Вот. И принял решение, в конце концов, да. Страшно было? Ну, как. Чем я больше углублялся в эту тему, тем всякие сомнения у меня пропадали. Понятно. Страх пропадал. То есть я был уверен. И вот в Владивостоке там 130 или 170 этих фирм в Приморском крае, которые занимаются перегоном этой услугой, помощью покупки автомобиля. И отсеивал, отсеивал эти фирмы. И вот в конце концов, я решил обратиться. Обратился в начале марта. В конце марта оплатил. И, к сожалению, из-за этих санкций я только смог забрать свой автомобиль 31 мая. Ого! 31 мая, да. Два месяца ожиданий прям. Платеж у меня около месяца был на границе, задержали вот из этих санкций. И вот с 1 мая все-таки я... Вот вы поехали за машиной и сами ее забирали, да? Перевозили? В Сурии за... Забирал из Уссурийска. Прям от Уссурийска ехали до Перми. Да. Сколько у вас вышло километров вообще? Что-то около 8 тысяч. 8 километров, обалдеть. Плюс я еще в этих городах там останавливался больше. Посмотрели Россию? Да. Красиво. Теперь у меня действительно есть чем сравнивать. Ага. Слушайте, круто. Прям за машиной из Китая поехать в Уссурийск, привезти 8 тысяч километров, проехать. Машина прошла испытания вот этой дороги. Там, потому что дорога Владивосток-Кабаровск, не ахти какая, около Байкала, не ахти какая. Действительно, есть чем теперь сравнивать. На каком пробеге вы ее забрали? 38 тысяч. 38. А у нее был один владелец? Один владелец. Какая-то информация есть по машине? Была, когда вы ее покупали? Просто вот что человек отдает и все, да? Ничего больше не было. Я даже владелец-то не знаю. Там какая-то система, что ходят по авторынкам и вот видео снимают при этих автомобилях. Ага. Понятно. То есть я доверился продавцу? Ну, понятно, фирме, да, которая занималась. В общем, приехали вы за машиной. 38 тысяч пробег, посмотрели ее. ДТП у нее не было, да? Чистая история. Чистая. Все хорошо. В родной краске, в родные запчасти. Сели и поехали проверять машину в эксплуатацию. Мне выдали какие-то 2-3 бумажки там о том, что прошел таможенное оформление, прошел какую-то лабораторию и все, с Богом. А, и электронный ПТС. Ага. Электронный ПТС. Все, это так быстро оказалось. Ну, то есть как-то, я думал, сложнее будет. Причем в лабораторию приехал, интересно, в лабораторию приехал. Мне выкатили машину, закрыли дверь и ушли. Даже не посмотрели, у меня паспорт был. Кто приехал, что приехал, да, непонятно. Понятно, что туда приедет. Понятно. Так, а вы меняли, вот вы сказали, у вас была Шкода, да? Она и сейчас есть, да. И сейчас есть Фабия. Шкода Фабия, 2007 год, атмосферный двигатель, 1.4. И вы хотели просто что-то побольше? По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по, как-то, поновее? Обновить хотел, да, так как я еще, теперь дачником являюсь. Ага. То есть мне и кузов надо, и семья, дети растут, больше становится. И багажник, побольше. И, само собой, машина до 7-го года, сколько, 17 лет. Ну, да. Хорошо. Проехали вы 8 тысяч километров в дороге. Как он себя показал, когда вы ехали? Мне понравилось. В целом понравилось, кроме фар. Фары здесь хуже, чем в нашем российском, да, получается? Фары такие же, как у меня на Фабии. Да, то есть, мокрый асфальт, они, к сожалению, не освещают. Я думал, что будет, если это делать все-таки. Угу. Хотел бы. Это минус. То есть, ребята, в М6, который для российского рынка обновленный, головной свет все-таки лучше. И это я отмечала уже не раз на своем канале и показывала вам работу фар в ночи. Свет действительно крутой. Ну, прям, для этой машины он крутой. Да, здесь прям вот все как-то это... Ну, это прям родная вот эта вот кожа. Ну, кстати, неплохое качество, учитывая, что машине 4 года, да? Да. Ну, вот, все равно вот кожа. Кожа выглядит вот так. А, здесь, кстати, стекло так же трясется, как на наших. Двери такие же пустые. Все же, пристатки. Газовых упоров тоже нет. Но здесь плюс-минус все то же самое. За исключением вот этого вот куска, которого у нас сразу идет. Все точно так же, точно так же. Здесь точно так же. Здесь все точно так же. В принципе... Колеса китайские. Колеса китайская резина, да? Я прям ее так и взял. Ага. На кучке. Прямо 20 тысяч со мной. А основной вопрос. Биение в руле. Есть, есть. Все то же самое. Увод в сторону есть? Увод в сторону есть. Короче, ребята, дело не в российских хавалах, а дело вообще, видимо, в машине изначально. Потому что вот, вот, человек говорит, что то же самое. Есть все. А вы пробовали решать проблему? Нет. Так и ездите. Ну, понятно. Габариты как в целом уже все приездились нормально? Приездился, да. Причем буквально за сутки. Первый раз сел. За сутки. Привыкли. Привыкли. Да. 38 тысяч был пробег, плюс 8 вы проехали. То есть сейчас у вас, наверное, уже вообще к 50 тысячам, да? Сколько? А, вот ментограмма китайская. 56 тысяч. 56 тысяч. Так, ну расскажите про китайскую машину из Китая. За 56 тысяч что-то было, не было? Ничего не было. Вообще не было. Мне там еще отклеили пленкой, плюс поменяли все жижи, все масла, все фильтра. То есть я даже не капот открыл уровень, масло посмотрел, масло прозрачное. Масло причем залили 0V20, 0V20. И с ними я проехал прям до своего города, еще плюс тысячи 3 тысячи. На этом масле около 15 тысяч проехал. Понятно. 0V20. 0V20 в такую жару, когда у нас там в июле была. Ну да. Я не все опасался. Так как я стал выбирать или мне 0V30 заливать, или 5V30. Потому что я все думал до конца, что двигатель какой-то не такой, если ставится на нынешних, современных. Потому что все оказалось то же самое. То же самое. Даже биение. Мне это кручение, чтобы как будто там эту деталь, которая вызывает биение, на одном станке вытачивали. Что в 2020, что в 2024 году. По обслуживанию, вот мы у нас многие все прям переживают за гарантию. Я тут много всего поставила в свою машину. Мне все пишут, гарантии слетишь. Вот вы не на гарантии, да? У вас нет дилера, как бы вы сами брали из Китая. Это как-то вас беспокоит? Особо нет, потому что разница в цене. Да. Ощутимо. Ощутимо, да. Сколько сейчас? 2.300 стоит, да? Ну, я за 2.100 почти брала свой. У меня 1.400. 1.400. Он вам обошелся в 1.400 полностью с переездом из, ну, вот то, что вы везли его из Уссурийска или только вот? Да, да. 1.400 до Уссурийска, плюс обклейка пленкой, плюс эти, замена жижи там, это щелка с сотней. 1.500. Плюс моя дорога на самолете и бензин перегон туда. 1.600. 1.500.000 вам обошлась машина под ключ, скажем так, грубо говоря. 1.600.000, ну, разница есть, да, в принципе. Так, обслуживание в вашем городе. Много ли мастерских, либо вы к кому-то определенному ездите? 1.500.000, ну, разница есть, да, как вы, либо сами? 1.500.000, запчасти, расходники, масло. 1.500.000, только масло заменяли. 1.500.000, только масло заменяли. 1.500.000, больше как бы ничего и не требует машина. 1.500.000, я первый раз ее снизу только через месяц увидел. 1.500.000, причем сразу предупредил, что знаю, что эта фигня искривляется, на которую ставят на подъемник. 1.500.000, да, 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 называется, попросил на лоджероны поставить, и техник сказал, что уже один заметый, то есть ее где-то поднимали в России или в Китае, в общем, замяли, да. 1.500.000, спросил техника, каково состояние днища, он сказал, что отличное состояние. 1.500.000, нормальное, да, не ржавчина, ничего. 1.500.000, гривотный, коробка, да, да, не ржавчина, не ржавчина, компания, не ржавчина, не ржавчина. 2.500.000, все нормально там? 3.500.000, мне понравилось состояние. 4.500.000, а защита мотора у нее стоит пластиковая? 5.500.000, все пластиковая, не ржавчина, не ржавчина. 6.500.000, хорошо, вот сейчас вы доехали в Санкт-Петербург к нам в гости. Как по трассе машина себя ведет? Загруженная вы с семьей, с ребенком, с багажник загруженный? бодро едет нормально хватает оборотов двигателя все отлично всем всем доволен всем доволен прекрасно строго лаконично что еще добавить по поводу комплектации вот вы говорили да у них есть три комплектации вот таких машин в китае больше больше около 6 как-то интересовался около 6 комплектации а это такая минимальная или средняя мне сказали что-то максимально но нету круиза да я вижу еще чего-то нет понятно ну да а кстати вот как работа робота здесь же робот тоже такой же самый все то же самое слышу его когда он переключает особенно когда окно открыто и слышу как он переключает не пинается нет такого бывает 3 на 4 скорость какой-то типа толчок есть у меня такой чересчур понятно расход топлива такой же как на наших вот собака в сравнении с пабе 5-6 литров на 100 километров 90-м заливаем и доволен довольным ездила этот литров 10-11 наверно я тоже в дороге при перегоне специально полный бак залил то прям до отсечки не до отсечки прям до горловина я плекса и потом только узнал что нельзя это делать после этого стал задать сечки и проверил да действительно мне как компьютер показывал 7 и 4 по калькулятору посчитал здесь быка показывал верного но в городе в городе вред без просто нещадно у меня по чекам по заливке показывает там 10 11 расход мне бака показывает 8 но не может но я прям ощутимо даже спала сравниваю вот вы говорите с фабио я спала пересела у меня там 67 литров было тут прям намного больше и чаще езжу заправляться так по салону как семья расселась удобно ли им все что говорят про машину комфортно комфортно кроме этих кожаных сидений не нравится нас на солнце постоит жарковато также работает все хорошо охлаждает нормально без без подогрев сидений здесь есть нет подогрева тоже нет так хорошо но по багажнику мы уже увидели что здесь складываются сидушки вообще здесь у вас больше овала 6 нежели хавал м6 наш российский вот по всему вот поэтому по всему камера жива тоже есть задняя парктроники задние задние ну вот вот она различие ребят вот то что есть мне нравится вот это вот тема могли бы на вот могли бы могли бы вам 6 поставить было бы красивенько пользуетесь открываете да чистенько он просто 22 режима открыть закрыть как бы все или можно микро проверьте она больших скоростей а вот именно на сколь на ну вот где у нас как раз таки заглушки и стоят ребята вот вот тоже решение от а6 взята так но наверное это все что мы хотели у вас узнать в принципе вы нам все рассказали машину мы посмотрели подытожим ребята берите не бойтесь дизельные скота из какая хорошая машина привозит но и дешевле на это работает это работа если еще самому перегонять это и россию посмотрите определенный совет то в общем вернувшись назад вы бы в любом случае его купили до сто процентов вот пройдя все эти этапы вы бы снова это бы все прошли отлично спасибо артем за то что приехали к нам в город за то что показали машину миф про китайцев у меня россиян единственное что только осталось ждать это зиму как 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 он а зима да но это будет повод еще раз к нам город приехать и рассказать свои впечатления после суровой уральской зимы карелия до карелия прекрасные зимой и летом и осенью в общем ребят вот такая вот история спасибо артема за то что согласился принять участие в этих съемках честно говоря я удивлена я однажды на своем канале рассказывала про машину из китая это как ребята ее пригоняют это была новенькая honda crv еще тогда я скептически к этому отнеслась а вот как говорится есть живые примеры народ привозят и все работает вы можно можно сэкономить вот на этом все ставьте лайки пишите комментарии и не переключайтесь пока